Часто люди недовольны тем, что имеют. Они недовольны своей жизнью. И что удивительно, на первый взгляд может показаться даже то, что они правы. Послушаешь их рассказы и проникаешься сочувствием. А теперь самое интересное. Многие именно так и хотят жить. Они хотят, чтобы их жизнью руководили. Готовы делать все, что им говорят. При этом сами не хотят думать. Задавать вопросы. Анализировать. Они просто слепо следуют инструкциям. Они ожидают, что будут счастливы. А что в итоге? Конечно, ни о каком счастье, ни о каком успехе, ни о каком богатстве не может быть и речи. Потому что, во-первых, их используют в своих интересах другие. Те, кому они отдали руководство своей жизнью. А во-вторых, они не получают взамен тех благ, на которые они рассчитывали. Кстати, очень часто эти ложные ожидания люди взрастили в себе сами. Им на самом деле никто не обещал того, чего они хотят. Но они почему-то решили, что если они будут вести такой образ существования, то обязательно получат в ответ все, на что рассчитывали. Поэтому, когда люди спрашивают, что им делать, когда у них мало денег, им можно задать вопрос. А что вы сделали для улучшения своего финансового положения? Обычно вы услышите ответ, что человек работает на работе. Но если эта работа не приносит ему столько денег, сколько он хочет, то почему он продолжает работать? И самое главное, что же тогда жаловаться? Кто-то говорит, что ему удобна работа рядом с домом. Прекрасно. Значит, его это устраивает. Его устраивает такое положение вещей настолько, чтобы ничего не предпринимать. Значит, не все так плохо, как он говорит. Или просто ему не хочется, чтобы было лучше. Другой скажет, что там, где он живет, не найти нормальную работу с хорошей зарплатой. Так переезжайте. Найдите возможность хорошо зарабатывать в другом месте. Обычно сразу слышишь отговорки. Появляется миллион причин, почему он не может переехать. А на самом деле, не очень-то он хочет улучшать свою жизнь. Нет, конечно же он хочет. Но чтобы при этом ничего не делать к тому, что он привык. Чтобы все как-то само собой получилось. Например, там, где он работает, подняли бы зарплату в 10 раз. Кстати, а сам он что-то подобное делает? Например, идет по улице и отдает первому встречному половину зарплаты. Просто так. Эта мысль кажется абсурдной, потому что она и есть абсурдная. Ничего не бывает просто так. Если вы чего-то хотите, то действуйте в нужном направлении. Это касается всего. Не только денег и богатства. Ваше здоровье тоже в ваших руках. Изучайте то, что вы едите. Изучайте, как экология там, где вы живете, влияет на вашу жизнь. Это же напрямую относится и к вашему образованию и развитию. Читали ли вы сегодня то, что вас развивает? А вчера вы читаете каждый день книги, которые заставляют ваш мозг работать, которые вам дают ответы на внутренние вопросы. И в то же самое время пробуждают в вас желание знать еще больше. Пользуетесь ли вы каждый день тем уникальным даром, которым наделила вас природа? Вашим удивительным мозгом заставляете ли вы его работать? Думать, интересоваться, задавать вопросы, находить на них ответы, развиваться, идти вперед, дышать полной грудью, чувствовать жизнь. Вот ваше предназначение. Поднимите голову, посмотрите не себе под ноги, а вокруг, на небо. Ваша жизнь – это ваше главное творение. Вы ее создаете каждый день. Бывает, положишь хорошие продукты в холодильник, а через некоторое время они испортятся. Так обидно их потом выбрасывать. Не поступайте так со своей жизнью. Вам дана прекрасная жизнь. Вам дана уникальная возможность. Используйте этот шанс на все 100%.